В городе с высокой концентрацией капиталов, в Лондоне, на Даунинг-стрит живут очень простые коты. Их хозяева – люди, которые решают судьбы целых стран. В офисе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй живет полосатый кот Ларри, похожий на обитателя любого российского подвала. А в офисе главы МИДа Бориса Джонсона – такой же беспородный и неприглядный черно-белый Пальмерстан. Несмотря на отсутствие медалей и званий, эти животные ставят свою честь превыше всего и отстаивают ее в уличных боях. Сюжеты о них на местном ТВ заменяют новости из Сирии и Украины. В последней операции Ларри потерял антибалашиный ошейник с британским флагом и потерпел поражение. Тут же состоялся экстренный эфир британского «Пусть говорят». Эксперты обвинили кота в лености и посоветовали премьер-министру лишить его казенного питания и заставить снова ловить мышей. Сказочные истории случаются и в России. Черно-белому гладкошерстному простачку повезло попасться на глаза Дмитрию Маликову. Теперь живет в Барвихе и тоже не жалуется на состояние шевелюры. Счастье можно обрести и в доме лидера группы «Дюна» Виктора Рыбина. У него уже не один беспородный найденыш. Но ради комфорта придется терпеть кличку вроде Кузи, Пончика или Батошки.